Духовное и физическое здоровье полярников О том, зачем он это делает, и о людях, которые живут и работают на отдаленных метеостанциях в Арктике, он сам расскажет сегодня в программе «Мнение». Дмитрий Лукьянов – священнослужитель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Новая Товолжанка, Белгородской и Староскольской епархии. В 2005 году указом архиепископа Белгородского и Староскольского назначается настоятелем. Своё послушание несёт по сегодняшний день. Отец Дмитрий активно ведёт проповеди среди молодёжи, участвует в миссионерских поездках по России. Последние три года каждое лето проводит в Арктике на отдалённых полярных метеостанциях. Из Поморья в Приморье. Уникальный крестный ход стартовал из Архангельска летом 2008 года. На борту самодельной грибной шхуны трое смельчаков. Путешественник Григорий Карпенко, яхтсмен Андрей Авдеев и отец Дмитрий. Экспедиция «Русь святая» должна пройти по Арктическим морям и выйти в Тихий океан. Акцию благословил патриарх Алексий II. Судно осветили в Боголюбовском монастыре во Владимире. Специально по такому случаю участник экспедиции отец Дмитрий одел походную рясу и запасся походными просфорами в герметичной упаковке. Два месяца проверял, два с половиной месяца лежал и ничего, всё, слава Богу. Участники крестного хода шесть месяцев пробыли в море. На суше выходили лишь для проведения священнослужений в прибрежных посёлках и деревнях. Крестный ход стал самой серьёзной попыткой пройти себе в морпуть на грибной лодке. Наша задача была в том, чтобы духовно подкрепить, укрепить жителей полярных посёлков, жителей работников полярных метеостанций, погранзастав, чтобы доставить им литературу, для того, чтобы поддержать их в трудной работе, для того, чтобы засвидетельствовать. Конечно же, вся наша миссия строится как свидетельство о Христе. И уже они бывают разные формы, скажем так. В данном случае форма была такая, что мы служили службе, общались с людьми, дарили литературу, подобранную специально, потому что мы к этому подошли очень внимательно, сначала прочитав, получив рецензии, что именно дойдёт до сердца те слова, которые написаны в этих книгах, которые мы отбирали. В Арктике готовим людей, свидетельствуем то же самое. Я думаю, что разницы большой нет. Конечно, менталитет северного человека, тех людей, которые трудятся, они всё-таки суровые, закалённые, полагаются на себя, скажем так. Потому что действительно, если ты спустя рукава будешь делать, то тебе и Бог не поможет. Ну, это, я думаю, что понятно всем, мы ни в коем случае не призываем о том, чтобы там опускать. Но один святой сказал, что нужно трудиться так, как будто всё зависит от тебя, и молиться так, как будто всё зависит от Бога. Вот это хотелось бы, чтобы сочеталось и труд, и молитва. В конце октября в столицу Поморья и самой продолжительной этим летом экспедиции вернулось легендарное судно Михаил Сомов. На этот раз, кроме традиционных экспедиций зоологов, экологов и океанологов, Сомов участвовал в уборке Арктики. Первые две тонны металлолома с острова Врангеля и земли Франца Иосифа перевезли в Архангельск. Кроме очищения арктической природы, Сомов участвовал ещё в очищении духовном. Все три месяца на судне находился отец Дмитрий, священнослужитель из Белгорода. Кроме духовных бесед с полярниками, батюшка осветил несколько метеостанций, исповедовал и совершал таинство крещения. На Сомове каждый вечер по громкой связи в рубке капитана отец Дмитрий читал проповеди для всех желающих. Регулярно совершалась божественная литургия, молебны, панихиды, беседы о вере. О днём, наряду с остальными, священник трудился на выгрузке снабжения для полярников. Сейчас дело в том, что я так попал, ну, как говорят, по современному струю, что связала любовь к Арктике с путешествиями. Путешествиями началось же это с крестного хода вокруг России в 2008 году. Потом это уже этот крестный ход, который был совершен, во время которого совершались крещения, общения с полярниками, с жителями полярных поселков. Не хотелось бы, чтобы он был единичной акцией. И эта ответственность, которая всё-таки давила на... Ну, не давила, а требовала, скажем так, продолжения. Конечно же, любая миссионерская поездка, она имеет огромное значение для человека, для священника. Вот. И я считаю, что такие маленькие наблюдения, такие небольшие... Вот я недавно получила такая ситуация, несколько раз приходилось ездить автостопом. Вот. Это... Я считаю, что это настолько вот такое... Приходит что-то или иной город, когда уже заканчивается твоя поездка автостопом, то язык, конечно, опухает. Вот. Потому что столько вопросов, вот. И они разрешаются там в течение вот этой поездки. Вопросов у тех, кто тебя подвозит. Вот. Бывают, опять же, каверзные вопросы. Я считаю, что иногда я батюшкам, чтобы знать состояние дел, вот, нужно периодически, так, проезжать вот автостопом. Ну, и я думаю, что кто ездил, тот понимает, о чем речь. Вот. Это замечательное такое дело. Вот. Я вот несколько раз и с удовольствием, и пообщаюсь, и с народом как-то вот... Думаю, что это необычайная радость от такого общения. Полярная метеостанция на острове Вайгач. Этим летом здесь поменялся начальник. В суровых арктических условиях люди становятся немногословны. Но если работникам метеостанции нужна помощь батюшке, они ее всегда получат. Передача хозяйства из рук в руки и надежда, что руки эти надежные. В компании четверых пока еще незнакомых людей. Анатолий Исупов будет поднимать станцию. В 2009 году здесь произошел неприятный инцидент. Зимой полетела система отопления. Полярников пришлось эвакуировать на вертолетах силами МЧС. За рейс на Михаиле Сомове отец Дмитрия крестил троих полярников, провел несколько богослужений и осветил пять метеостанций. Ловлю себя на мысли такое, когда мы шли на лодке, такое наблюдалось, значит, очень хотелось на корабль, на большой какой-нибудь, чтобы попался поскорее. Вот, потому что в лодке без мотора, вот это ветер, все время ее болтает. Да, вокруг России в 2008 году. И вот мы читали молитвослов от корки до корки, вот, читали священное писание, Евангелие на борту лодки, когда особенно поддувало, и читали, и вот мои спутники, я, мы плакали. Вот, это было настолько, мы вспоминали эти моменты, и думалось, вот, скорее бы там попасть на корабль, где все хорошо, не качает, а там бы мы молились, вот, вообще целый день бы. И как только мы попали на корабль, когда там тройные порции еды, когда все благополучно, душик, там, тепло, парилочка, там, все, комфорт, и все. И уже так про молитву думаешь, вот, уже понуждаешь себя, скажем так, вот, это такой духовный закон. Как только, даже труднее еще начинаешь, когда находишься в благоприятных таких условиях, вот. Вот, поэтому это вопрос еще, что значит, там, хорошо, что плохо, вот. И поэтому, конечно же, Господь дает каждому из нас по нашей силе, никогда сверх наших сил Господь не дает. Вот, вот, это есть такая даже притча, когда человек жалуется на свою судьбу и говорит, ну, что же так, Господи, неужели ты не можешь мне чуть-чуть что-то полегче, облегчить мою судьбу? Вот, вот, и тут Господь заводит его в комнату, огромная комната, где множество крестов на стенах висят, вот, он говорит, выбирай любой, любой твой, выбирай, какой ты хочешь. Ну, он искал, искал, нашел самый маленький. Говорит, так это ж твой. Соседство с белым медведем, суровый климат, ежедневная, рутинная работа без выходных. На станциях люди разные, но объединяет их одно – никогда не роптать на судьбу, не жаловаться на суровые условия и нехитрый быт. Метеостанция на Новой Земле существовала с 1932 года. Здесь постоянно жило более полусотни человек. Однако, последние 12 лет эти места полностью необитаемы. Единственное пригодное для жизни нашей экспедиции место – это жилой дом. Здесь жили работники метеостанции. Здесь сохранились до сих пор стекла в окнах и несколько пригодных для жизни помещений. Однако, чтобы заселять сюда людей, нужно еще провести капитальную уборку. Отец Дмитрий за три года арктических путешествий ни разу не встретил на пути людей, которые сетовали бы на эти непростые условия жизни. У каждого свой крест, каждый должен нести его. Христос по этому поводу сказал такие замечательные слова. «Кто хочет идти за мной, отвергнись от себя и возьми крест свой, и следуй за мной». То есть, отвергнись от себя – это отвергнуться от того ложного представления о человеческом счастье, которое нам внушает отовсюду. ОТОВСЮДУ 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 ОТОВСЮДУ